Говорит Киев, но сердце наше сегодня в Израиле. Это специальный выпуск, посвященный исключительно войне в Израиле. Исключительно. Только об этом сегодня буду говорить, не собирался, как вы знаете, в эфир. Я удивлен тому, что меня сегодня попросили многие зрители. Удивлен потому, что я в Киеве, что я могу сделать? Поэтому давайте считать, что этот стрим это стрим солидарности с Израилем, солидарности между Украиной и Израилем. Солидарности между всеми зрителями канала Шетельман и Израилем. Мы разбросаны по всему миру, но все мы, раз вы здесь, раз вы подписчики канала Шетельман, раз вы зрители Шетельмана, значит вы на стороне цивилизованного мира против варваров и убийц всего мира. И неважно, эти варвары и убийцы, россияне или палестинцы в данной ситуации, хамасовцы. Вопросы, которые вы иногда задаете, я вот сейчас читал вопросы, которые вы задаете, они прямо начинаются с 1948 года, потому что, а почему воюет Израиль с Палестиной, очень сложно мне ответить, не вдаваясь в какие-то большие, слишком исторические, исторические экскурсии. Поэтому для начала, просто для начала, я дам слово президенту Украины Зеленскому. Вот что он сказал. Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен, и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать ни единого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением, не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы не использовал террор, это преступление против мира. Кто бы не спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался подчинить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Так сказал президент Украины Владимир Зеленский. А я посмею сказать, что сегодня это не просто террор. Сегодня это настоящая полноценная война, к сожалению. Это не террористический акт. Это война Палестины, Хамаса, сектора Газы, как хотите это называйте, против Израиля, против израильтян. Почему это так? Сегодня я буду обращаться одновременно к трем аудиториям. И к тем, кто в Израиле, и к тем, кто в Украине, и к тем, кто в других странах, кто просто сердцем с нами. И поэтому мне достаточно сложно сделать так, чтобы для кого-то не быть капитаном очевидность. Простите, буду. То, что я буду говорить про Израиль сейчас, например, израильтянам, естественно, каждый ребенок в Израиле это знает. Но не все знают об этом в Украине. Я должен описать ситуацию. Что сегодня такого уникального произошло? Чем это все необычно? Почему это случилось? Ну, а потом мы перейдем к каким-то вещам, которые уже, возможно, будут в новости. Итак, сегодня утром палестинцы из Хамаса, террористическая организация Хамас, напали из сектора Газы на Израиль. Хамас – это не просто террористическая организация, не просто одна из террористической организаций. Хамас – это организация, которая полноценно управляет этой территорией, управляет сектором Газы. Она там у власти. Она побеждает на выборах, если там проводятся выборы и так далее. То есть Хамас управляет сектором Газы. Сектор Газа – это малюсенькая, малюсенькая территорика. Малюсенькая. Израиль – тоже маленькая страна. Но сектор Газа – это маленькая полосочка вдоль моря, которая с одной стороны граничит с морем, другой – с Израилем и немножечко снизу с Египтом. Все. Но эта полосочка Земли – одна из самых населенных, а может быть, самое населенное место в мире по плотности населения. В этой малюсенькой полосочке Земли проживает почти 2 миллиона человек. При том, что вся протяженность этого сектора Газа, не знаю, в ширину он километров 10, наверное. Но не больше. И в длину, ну, километров 40. Но, по-моему, так. Могу ошибиться. Не измерял. Поэтому в этой маленькой полосочке живет 1 миллион 800 тысяч человек. И постоянно эти люди достаточно бедные. Исторически, конечно, у этой территории война с Израилем. Мы в истории обязательно углубимся, но чуть позже. Я хочу сначала на сегодняшнем дне сосредоточиться. Знаете почему? Потому что сейчас это все происходит, прямо сейчас. Убивают израильтян прямо сейчас. Не когда-то, не вчера, не позавчера. Это сейчас, и это не закончилось. Сейчас люди в опасности. Сейчас люди по всему Израилю сидят в убежищах от ракет. И сейчас люди, которые проживают в поселениях вдоль границы со сектором Газа, они подвергаются атаке террористов, которые заходят в их дома и убивают их прямо дома. Понимаете, что сейчас происходит? Если вы видели кадры сегодняшние, кто-то видел, кто-то нет, то это вот просто ходят люди по улицам, приезжают террористы на автомобиле, такой, как правило, такой джип с кузовом, в кузове несколько бандитов с пулеметом, с автоматами. Они стреляют во все, что движется, захватывают людей на автобусных остановках, заходят в дома, там убивают людей, похищают тех, кого удается похитить. На настоящий момент то, что заявлено уже официально, это 100 погибших, это 500 раненых, и это десятки похищенных людей, увезенных в сектор Газа. Александр Ветров спрашивает, как в Буче? Да, Александр, как в Буче? Это именно как в Буче. Я бы тоже сравнил именно с этим. Буче – это украинский город, где вот так же ходили по домам россияне, точно так же убивали людей совершенно безнаказанно. Только в Буче это все длилось месяц, в Израиле это длится сегодня с 6 утра. Все прошлые атаки, которые были из сектора Газа, мы часто с вами наверняка слышали про атаку из сектора Газа на Израиль. Эти атаки заключались, как правило, в ракетных обстрелах уже долгие годы. И израильтяне прятались, то есть все подготовились. Есть система ПВО, железный купол, который сбивает большую часть ракет. Какие-то ракеты все-таки долетают до цели и убивают израильтян, такое тоже случается, гибнут люди, но немного, немного. Каждый израильтянин знает, что вот он должен спрятаться в убежище и дальше молиться. Молиться за то, чтобы ПВО сработало, молиться за то, чтобы если даже попадет ракета, чтобы его не убило. Ну а солдаты и военные, естественно, должны сбивать эти самые ракеты. Но сегодня впервые за долгие-долгие годы арабские террористы, палестинские террористы именно зашли физически в города, в дома. Они захватили город Сдерот, они зашли в город Ашкелон, они зашли в город Афаким, они зашли в разные поселения, названия которых до сих пор там какие-то публикуются, какие-то нет. В Израиле существует военная цензура. Уже тысячи раненых, говорит Галина. Галина, к сожалению, наверняка цифры будут страшно увеличиваться. Страшно увеличиваться будут эти цифры. Мы не знаем, сколько на самом деле погибших. Мы смотрим на фотографии, на видео, мы в ужасе. Но мы не знаем, сколько это будет. Мы не знаем, сколько будет раненых. Это никто не может посчитать, потому что военная операция сейчас продолжается. Поселение, ну, по-нашему, села, села. Давайте считать так. Есть города небольшие, есть села. Это то, куда зашли. В Ашкелон не зашли, я из Ашкелона, говорит Таня. Отлично. Значит, в Ашкелон не зашли, зашли только в Афаким и Сдерот. Спасибо. Кстати, из Сдерота мне писал сегодня человек, прямо текст, что в Сдероте шла в этот момент, когда он мне писал, я сейчас попробую найти его сообщение, в этот момент шло сражение за полицейский участок в Афакиме. Но отдельные сообщения, вот просто это из тех, кто пишет в Фейсбуке, Хамас прорвался на военную базу Закимы в штаб дивизии ГАЗа. Террористы взяли под контроль как минимум три села, Фаргаза и Маген. Что еще есть тут такое? Знаете, я не хочу становиться сейчас каким-то, так сказать, человеком, который пытается поставлять информацию в Израиль. Объясню почему. В Израиле существует военная цензура, и все сообщения средств массовой информации цензурируются. Я, естественно, не хочу нарушать правила военной цензуры, не потому что мне что-то за это угрожает, а просто потому что, наверное, люди, которые организовали военную цензуру, они знают свое дело, знают, что делают. Не хочу наводить панику, давайте. Не хочу лишнего ничего, не дай бог, сказать. Итак, сегодня, понимаете, когда раньше нападали на Израиль какие-то арабские страны, было такое, была война судного дня 50 лет назад. Вообще говоря, наверное, 50 лет назад это последний раз, когда враги именно ступали на землю Израиля массово, вот так вот. Но тогда это были вражеские армии, армии вражеских стран, армии Сирии, армии Египта, а не просто отдельные террористические группировки. Сегодня отдельные террористические группировки захватили значительную часть, ну, значительную часть израильских населенных пунктов. Вот, вот в чем разница между прошлыми атаками. 50 лет такого не было, и, конечно, израильтяне привыкли к другой жизни. Они привыкли, что их дом – это их крепость, что в их дом никто не зайдет. Да, есть люди, которые, бывали случаи, знаете, вот я даже помню, 91-й год, в 91-м году я приехал в Израиль, и тогда несколько террористов, ну, было несколько человек, проникли с каких-то поселений палестинских и убили несколько, много людей достаточно, например, в молодежном лагере. Был такой эпизод. Вы понимаете, один молодежный лагерь, несколько палаток – это некий эпизод, а не война. Хамас прямо сказал – мы объявили войну, мы объявляем войну. Израиль тоже в ответ объявил войну. Вот это то единственное, в чем я хотел поправить, поправить, что ли, всех, кто сегодня выступает в поддержку Израиля, на официальном уровне, это уже не террор, это уже война. И эта борьба уже не с терроризмом, это война Израиля с Палестиной, чего уж там говорить. Это полноценная война. Кабинет безопасности Израиля, давайте называем его Совет безопасности Израиля, сегодня сказал, что будет в ответ наземная операция в секторе газа. Тем, кто не в Израиле, что такое наземная операция, в чем разница, почему это важно. До сих пор, когда из сектора газа обстреливали Израиль, обстреливали ракетами, выпускались тысячи ракет, сегодня с утра выпущено более 4 тысяч ракет из сектора газа по Израилю. Опять, извините, разные цифры были в разных источниках, была цифра 2500, была цифра 4500, не знаю, но вы поймите масштаб, масштаб происходящего. Раньше в большинстве случаев война сводилась к чему? Палестинцы стреляют ракетами, израильская армия с самолетов и вертолетов наносит ответные удары по точкам старта, по штабам Хамаса, по каким-то таким вот местам. Но сегодня, похоже, этим не ограничится. Почему? Потому что взяты заложники, десятки людей увезены туда, в сектор газа. Я уверен, что с ними происходит ровно то, что происходило в свое время с жителями Буча и других оккупированных россиянами городов, к сожалению. Да мы это и на видео видели, видео я распространять не буду, сами захотите, сами где-то увидите. Не буду ничего про это говорить. Поэтому понадобятся наземные операции, в том числе, чтобы освободить этих людей, чтобы уничтожить всю эту инфраструктуру Хамаса, которая там развелась за это время. К ужасу израильтян. А кто стоит за Хамасом, понесут ответственность. Кто спонсор войны, спрашивает меня, Борис. Прежде чем ответить Борису, я скажу, что сегодня, наверное, я в единственном, один из немногих разов, когда я попрошу поставить лайк не для того, чтобы мое самолюбие потешить, а для того, чтобы привлечь побольше зрителей, потому что я не мог заранее анонсировать этот стрим. Никто не знал, что он будет. Никто не знал, что это случится. Поэтому поставьте лайк, пожалуйста, чтобы люди просто увидели, что есть такой стрим. Так вот, Борис, кто стоит за этим? Как вы знаете, Борис, это не случайно. Вот вас зовут Борис, а я вам процитирую другого Бориса. Другого. У меня есть товарищ в Израиле, Михаил Кайт, он актер. В Израиле был такой сериал, может кто-то помнит, «Тиранут». По-русски говоря, «Курс молодого бойца». И в нем был один молодой боец, который как бы только что эмигрировал из России. Ну, или из Советского Союза. Его там звали Борис в этом, ну, героя этого. А играл его как раз Михаил Кайт, мой товарищ. И вот Михаил пишет в своем фейсбуке. «Как жаль, что в израильской разведке не знают, кто родился 7 октября». Напомню, что 7 октября – это сегодня. 7 октября – это сегодня. И поэтому, когда Таня пишет, Таня Герцман пишет, что, конечно же, Иран стоит за этой атакой, я бы не обнадеживался тем, что за этой атакой стоит Иран. Иран, безусловно, спонсор Хизбаллы. Но Хизбалла базируется на севере, в Ливане. Один из главных спонсоров Хамаса, конечно же, Российская Федерация. Российская Федерация регулярно. Господи, тут уже вот Офелия, например, пишет, «Шетельман – это вам за Арцах». Понимаете? Ответьте Офелии там кто-нибудь. Я не могу ответить. Офелии я разговариваю. Значит, Хамас поддерживается Российской Федерацией. Российская Федерация регулярно приглашает к себе террористов Хамаса и встречается с ними в Кремле. Их принимают в Кремле. Лавров, по-моему, Путин. Ну, Путин точно когда-то встречался с лидерами Хамаса. Вот такая вот история. Во всем мире Хамас – террористическая организация. В России это партнеры. О, слушайте, я вижу, что к нам понабежали эти самые боты. Слушайте, это правда. Я не способен их сейчас отловить прям всех. Одного поймал какого-то Алексея, на всякий случай выкинул его отсюда. Потому что я вижу, что россияне пришли уже сюда. Представляете? Для меня это лучший сигнал. Раз россияне, я имею в виду в плохом смысле россияне, раз рашисты, зет-россияне, или как вы их назовете, русские фашисты пришли на этот стрим и пытаются здесь матюкаться, ругаться и что-то там говорить, значит, они знают, чью рыльца в пушку, знают, что это Российская Федерация. И заказала, и помогла организовать эти атаки. И, как говорит Борис, он же Михаил Кайт, начало этой операции приурочено не случайно к дню рождения Путина. Конечно, это подарок КамАЗа Путина на день рождения. Путину и Российской Федерации, которая снабдила их оружием, снабдила их дипломатическим прикрытием, отстаивала их права везде. Расскажу только один эпизод, совсем недавний. Совсем недавний эпизод. В ООН есть такой Небензи. Украинцы точно знают Небензю. Это представитель России в ООН. Уж точно мы его знаем, и все, как один украинцы, его ненавидят. Это вот прям 100%. И вы знаете, что сделал Небензи? Когда Израиль и Саудовская Аравия приблизились к подписанию мирного соглашения между собой, они решили установить дипломатические отношения. Речь об этом идет, что это вот прям со дня на день должны были быть установлены дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией впервые в истории. Выступил Небензи там, в ООН, на Совете Безопасности или на Генассамблее и сказал, что Россия возмущена тем, Россия возмущена тем, что Саудовская Аравия собирается подписывать мир с Израилем, потому что этот мир не учитывает интересы жителей сектора Газа, западного берега реки Ордан и других палестинских территорий. Понимаете? Поэтому Россия сделала то, что могла, чтобы расстроить, чтобы разбить это мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Россия сделала все, что могла для этого. В частности, развязала вот эту войну. Я уверен, что Россия поддерживает, ну мы знаем, что Россия поддерживает КАМАЗ, тут мне не надо быть для этого уверенным, почитайте документы, посмотрите фотографии, все есть. Но я уверен, что эта атака спланирована в том числе с участием российских военных специалистов, это они готовили хамасовцев. Опять-таки, большого секрета никакого вам не раскрою, потому что и не знаю. Вот такая история происходит сейчас. Я вижу, что вы там ругаетесь между собой, а что ООН озабочена. ООН еще не проснулась, скорее всего, да и вообще суббота. Заметьте, в какой день совершено нападение. Это не только день рождения Путина, 7 октября, и не только день Конституции Советского Союза, последний, который был в Советском Союзе, день Конституции, 7 октября. У меня вообще есть теория, что Путин, Путин, он вот так хочет вернуть Советский Союз, чтобы его день рождения был выходным днем, понимаете? В советское время его день рождения, 7 октября, был днем Брежневской Конституции. До этого Сталинскую Конституцию праздновали 5 декабря, а Брежневская вот 7 октября. Распался СССР, и день рождения Путина стал обычным рабочим днем, а он хочет все это вернуть. Но, конечно, 7 октября выбрано не только в честь дня рождения Путина. Сегодня шаббат, суббота. Кроме того, сегодня праздник Симхат-Тара, если я не ошибаюсь, в Израиле. И это нападение произошло в субботу, в праздник, когда, конечно же, многие военные разъехались по домам праздновать. И это повторение истории 50-летней давности. Ровно 50 лет назад, тогда это было 6 октября, если я не ошибаюсь, 50 лет назад началась война судного дня, когда в главный для евреев день года, день поста, судный день, несколько одновременно арабских стран напали на Израиль, воспользовавшись тем, что люди все, выключены все средства массовой информации, радио, телевидение не работали тогда, потому что судный день. Машины не ездили, потому что судный день, все были по домам, потому что судный день. Вот сейчас тоже напали в праздник. Напали в праздник. А разве не 7 ноября день Конституции, спрашивает Оксана. Как мило, Оксана. Вы, наверное, очень молодая девушка. Ну, серьезно, я сейчас не издеваюсь. Вы очень молодая, для вас 7 ноября это день Конституции. 7 ноября это день Великой Октябрьской социалистической революции. События 1917 года, которые затем каждый год отмечались в СССР. А 7 октября это вот день Конституции. У израильтян праздников прям как у православных. Там уже, я вижу, пошла жара. Михаил, а как же израильская разведка? Вот кофе, правильно, кофе. Наша постоянная зрительница, поэтому, конечно, это очень важный вопрос кофе. Как же израильская разведка? Действительно, это первое, что хочется спросить. И первая мысль, которая возникла у меня сегодня утром. Знаете, когда я сегодня утром это все увидел, я проснулся, увидел эти новости первым делом, конечно. Я был в ужасе. Я был в ужасе. Мне столько людей написало сразу. И я подумал первым делом, как так, а где же израильская разведка? Ну, разве возможно, разве возможно как-то взять и неожиданно, незаметно для всех подготовить тысячи вооруженных людей, которые захватят военные базы возле сектора газа, которые захватят танки, которые при помощи беспилотников поразят танк. Если вы видели кадры сегодня, при помощи беспилотника поражен танк Меркава. А потом есть отдельные кадры, как оттуда вытаскивают раненых солдат израильских и похищают их. Я не знаю, или убивают, или искать все похищают. Эти кадры тоже, к сожалению, есть. Разве возможно незаметно подготовить тысячи, ну, как минимум тысячу, а скорее тысячи, хамасовских бойцов, которые вот на джипах приехали одновременно в разные поселения? Подготовить бульдозеры, которые снесли заграждения на границе сектора газа Израиля. Подготовить велосипеды, на которых они приехали, мотоциклы, на которых они приехали. Подготовить эти парашюты. Они прилетели на парагу... я не знаю, как это называется. Короче, на чем-то таким между дельтапланами и парашютами. Они приплыли по воде на каких-то там мото-катерах, понимаете? И все одновременно это сделали. Где была израильская разведка? Где был Моссад? Где был Шабак? Где была армейская разведка? Вопрос, вопрос. Могу ли я поверить в то, что... Парапланы, пишите вы. Да, парапланы в том числе. Неужели предательство, спрашиваете вы. Давайте я сейчас зачитаю вам одну историю. Потом отвечу на ваш вопрос. Но сначала зачитаю кусочек из поста Алексея Арестовича по этому поводу. Сегодняшнего. Вот что пишет Алексей Арестович. Израильтяне очень похожи на нас. На фоне криков про происки виноватых и как мы потеряли юг, понимаете? Да, вот Арестович вспомнил фразу, как же мы потеряли юг. Эта фраза в Украине у каждого болит. Потому что тогда, 24 февраля прошлого года, когда началась атака на Украину, одновременно с нескольких направлений, то на юге россияне смогли, как вы помните, пересечь на танках Днепр, и мосты не были взорваны, и мосты через перешейки тоже не были взорваны. И с тех пор гуляет по стране вопрос, как мы потеряли юг. Но мы это обсудим завтра, отдельно. У нас завтра обычный наш комендантский час, посвященный Украине, войне. Это все завтра. Но согласитесь, есть аналогия. Здесь потеряли юг, там потеряли юг. Так вот, на фоне криков про поиски виноватых, как мы потеряли юг, нация снова обращается к нам после нескольких месяцев кризиса отчаянного противостояния левых и либералов, правых и религиозных. Речь идет о перспективном господи. Короче, о чем речь? О том, что несмотря на это, несмотря на эти крики, как мы потеряли юг, несмотря на разродненность последних месяцев в Израиле, израильтяне сейчас объединились все. Потому что у каждого, я уверен, что у многих, кто сейчас нас смотрит, у многих, дети прямо сейчас, прямо сейчас мобилизованы в армию. Потому что из запаса сейчас мобилизованные люди отправляются туда. Не на фронт, фронта нет. Освобождать эти города и поселки, а возможно и заходить в газу. И у многих, у многих, кто сейчас смотрит эту, дети туда поехали. У моих знакомых дети туда поехали, понимаете? Один мой друг написал сегодня у себя в Фейсбуке. Каждый раз, когда объявляется, как же это называется-то, не мобилизация, конечно, извините. Каждый раз, когда объявляется, ну как, мобилизация резервистов, да, то все знают, куда надо ехать, на какую точку. Я, говорит, к этому привык уже, что вот на такую точку надо ехать. Но моему этому другу, 50 там с лишним лет, он говорит, сегодня впервые я еду туда не чтобы сам пойти в армию, а везу туда свою дочку, которую мобилизовывают. До этого он сам 30 лет ездил точно так же вот на этот сборный пункт для того, чтобы пойти воевать. Каждый раз, когда происходила такая ситуация. А сегодня его дочь идет воевать в этой же ситуации. Тоже резервистка. Вот. Так вот, Арестович о чем говорит? Что, несмотря на все эти противоречия, сегодня нация в Израиле, безусловно, полностью объединилась. Полностью объединилась. И сегодня все забудут про распри. Никто сегодня не будет обсуждать, кто кого там предал и кто ошибся. После войны, как это принято в Израиле, кстати, в Украине наверняка тоже будет то же самое, если Украина победит и сохранится как государство. Понимаете, в случае с Израилем нет вопроса. Он точно победит, точно сохранится как государство. Поэтому в Израиле будет учреждена комиссия. Возможно, вы смотрели уже фильм Голда. В фильме Голда комиссия Граната разбирает поведение премьер-министра Голды Мэйера и других государственных деятелей и разбирает, в чем они виноваты или не виноваты. Правильно ли они вели себя во время начала войны судного дня. Не прощелкали ли они клювом атаку и так далее, и так далее. Так вот, по поводу этих событий тоже будет комиссия. Но сегодня о ней не надо говорить. Она обязательно будет, но потом. Так вот, теперь мое мнение о том, что произошло. Я почему-то думаю, что наши спецслужбы израильские не молчали, что они собрали эту информацию. Но это невозможно не заметить. В конце концов, есть спутники. Все есть. Я уверен, что информация была. Что дело не в том, что не хватало информации, а в том, что было принято ошибочное решение. Какое-то, кем-то было принято ошибочное решение на основе правильной информации. Вот есть информация из разведки, а дальше политическое крыло принимает решение. Мы будем готовиться к отражению агрессии или не будем готовиться к отражению агрессии. На каком основании принимается? Приведу пример. Как вариант. Звонок Путину. Звонок другу Путину. И слова Володя. Скажи, тут вот Хамас твой, что-то каких-то солдат тренирует, какие-то парашюты готовит. А друг Володя говорит, да не, братан, не парься. Все нормально. Они у меня под контролем. Все хорошо. Это там чисто политическая заморока. Мне так надо. Это не то, что ты подумал. Россия же не начинает войны. Хамас не начинает войны, он их заканчивает. Это чисто специальные операции. Там у нас на территории. Свои дела не парься. А потом, седьмого, в день рождения этого самого Володи, начинается полномасштабная война. Вот так примерно. Конечно, очень примерно я сейчас говорю. В теории, я подчеркиваю, это не обвинение в чей-то адрес. В теории могло происходить так. Потому что решение это нужно принимать кому-то на основании данных разведки. И вот какое-то решение было принято неверное. Какое-то было принято неверное. Вы меня разочаровываете, говорит Евгений. Украина победит без вашего «если». Евгений, вы спросите у бойцов на фронте. Вот они знают. Я с ними разговариваю, понимаете, постоянно. И говорить вот так в легкую. Украина точно победит. Вот вы, Евгений, говорите, что Украина точно победит без всякого «если». А зачем так хорохориться? Вот представьте себе, если нам выйти сейчас на фронт и сказать, «Ребят, не парьтесь, Украина победит без всяких «если». И ребята на фронте скажут, «А, да, точно победит». И вы скажете Евгений, «Да, точно победит, не вопрос». И ребята на фронте встанут из окопов и пойдут домой. Они скажут, «Так а зачем мы сидим в окопе, если Украина точно победит?» А зачем нам гибнуть, рисковать жизнью? Зачем? Украина же точно победит. Зачем нам тут стрелять, спать в окопах и не спать в окопах по многу суток? Зачем? Зачем? Если Украина точно победит. Может, все-таки Украина победит только если наши воины справятся? Если наши воины смогут устоять и выстоять перед агрессией? И будут вот так вот против танков идти с гранатометами? Может быть, только в таком случае Украина победит? Поэтому существует «если». Если наши воины смогут рисковать, захотят рисковать жизнью, то победит. А если нет, то не победит. Если наш народ по-прежнему будет сплочен вокруг в единой цели, в едином порыве победить Российскую Федерацию, то Украина победит. А если народ будет разрознен, то не победит. Если здесь устроят какие-нибудь выборы на потребу американцам или россиянам, то Украина не победит. Если кто-то скажет, «Так а давайте, может, отдадим им вот эту область, эту, эту и еще вот эту». Так Украина не победит. А если весь мир отвернется от нас и перестанет нам давать оружие, то Украина, скорее всего, не победит. Потому что голыми руками мы не победим. Мы уже голыми руками воевали в Северодонецке, спросите у наших бойцов. Поэтому ничего подобного. Поэтому «если». Вот поэтому «если». В Израиле нет «если». Объясню, почему. Военное соотношение военных сил между Израилем и сектором газа, оно просто неимоверное совершенно, поэтому с военной точки зрения будет победа. Но эта победа не будет легкой, так как сегодня было уже объявлено, что, к сожалению, ну, что делать, к сожалению, что будет начата сухопутная операция. То есть не просто ответные удары ракетами по сектору газа, а израильские солдаты пойдут в сектор газа, чтобы освобождать заложников и чтобы уничтожать этих террористов из Хамаса. А это сплошная застройка. Это очень тяжелые бои. Это потери, потери и потери. Это кровь, это убитые люди. Наши израильские, в смысле, убитые люди. Поэтому эта победа вообще не будет легкой. Вот вообще не будет легкой, к сожалению. И знаете, когда люди кричат «давайте захватим уже эту газу», ну, это будет сложно. Я не собираюсь высказывать никаких мнений, давать каких-то советов. Надо захватывать газу или не надо? Я не знаю. Я не знаю, правда. Это знают израильские военные, израильские политические руководители. Я просто говорю, что не надо кричать об этом радостно. Это не будет радостная война. Это будет очень тяжелая и кровопролитная война. Вот что я хочу сказать. Для Израиля тоже, к сожалению. Это вот так. Ничего с этим нельзя, к сожалению, сделать. Вот в чем ужас этой сухопутной операции. И пойдут туда все, понимаете. Вот как в Украине по-настоящему народная армия. Народная, потому что весь народ собрался. Потому что в каждой семье есть воюющие. Вот мы с вами проводили на прошлой неделе, помните, День защитника и защитницы. Мы проводили в Украине опрос, у кого воюют, какие родственники. У всех нашлись родственники, которые воюют. Так и в Израиле у каждого воюют дети, братья, родители. У каждого. Тоже народная армия такая же. И такая же народная война. В общем, я, кроме того, что я, конечно же, выражаю сочувствие и, конечно же, соболезнование тем, кто там, чьи родные и близкие там погибли или ранены, то отдельно я выражаю огромную солидарность сейчас. Я думаю, от всех, кто сейчас нас смотрит здесь с израильским народом. Сегодня сердца украинцев с Израилем. У нас сегодня тоже, знаете, ракета прилетела в Николаевскую область. У нас сегодня в Одессу ночью прилетела ракета «Оникс». Но мы сегодня с израильтянами. Ракета «Оникс» Ракета «Оникс» Ракета «Оникс» Ракета «Оникс» Субтитры подогнал «Симон»